Сборки всякие важны, сборки всякие нужны. Друзья, привет! Хотя мы с вами сейчас и живем в эпоху царствования Райзена, многие все равно предпочитают Intel. Так вот, давайте проверим, на что способна связка Core i5-9400F и GTX 1660 в современных бенчмарках и играх. План простой. Знакомимся с компонентами сборки, собираем и проверяем стабильность работы, запускаем несколько синтетических тестов, а затем ряд игровых. В конце же подводим итоги и ставим лайки. И сразу хотим пояснить, мы не ставили за цель создать оптимальную игровую сборку, сейчас для этого лучше подходят процессоры линейки AMD Ryzen. Но по ряду причин они не всем нравятся, поэтому решили проверить, что хорошего из новых компонентов можно подобрать в массовом сегменте для создания нормального игрового ПК под Full HD. Четырехъядерный процессор это конечно хорошо, но лучше сразу ориентироваться на шестиядерный. Если бюджет при этом поджимает, то смотрим в сторону Core i5-9400F. Подходит он под эту ситуацию, потому что лишён встроенного видеоядра и поддержки технологий гипертрейдинг. Базовая частота составляет 2,9 ГГц, а динамическая может подниматься до 4,1 ГГц при TDP в 65 Вт. Подробнее об этом процессоре смотрите в нашем предыдущем видео, ссылка в описании. Множитель у этого CPU заблокирован и разгон невозможен. Это сужает выбор материнских плат. Z370 или 390 возьмут лишь те, кто планирует в будущем пересесть на процессор K-серии. Откровенно, бюджетные платы на H310 больше подходят для офисных машин с Celeron или Pentium на борту. В общем, в нашем случае лучше смотреть в сторону B360 или B365, большой разницы между ними нет. Сами мы плату не искали, но из предложенных на выбор для ускорения выхода видео взяли модель на B360, а именно MSI B360 Gaming Pro Carbon. Понравилась она нам стильным дизайном, большими радиаторами, эргономикой и яркой подсветкой. Вы же при желании можете подобрать более дешёвый аналог. Если бюджет прям жёстко ограничен, то на первых порах можно обойтись и боксовым кулером, ведь всё равно разгон не предполагается. У нас же из теста осталась модель MSI Core Frozer L. Её конструкция включает 4 8-миллиметровые тепловые трубки, алюминиевый радиатор и 120-миллиметровый вентилятор. Этот кулер справится с 200-ваттными процессорами, и его хватит даже для возможного апгрейда. Оперативку взяли покрасивее и с запасом на будущее. 16-гигабайтный комплект DDR4-3200 Adata Spectrix D41 RGB. Согласны с вашей критикой, для массовой системы сюда подойдёт даже самый бюджетный набор за 80 баксов. Просто хотелось взять что-то новенькое, и из предложенного партнёрами понравился именно этот комплект. Он обладает яркой LED-подсветкой, радиаторами для охлаждения чипов памяти и XMP-профилем DDR4-2666 с пониженными таймингами 3 по 16 и 39. А если вдруг задумаетесь об обновлении, то этот набор без проблем возьмёт планку 3200 МГц и позволит попытать счастья в дальнейшем разгоне. Что касается выбора видеокарт, то он огромен. Если экономить, то под Full HD хорошо смотрятся модели Radeon RX 570 и GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт. Но, во-первых, они уже потихоньку исчезают с прилавков. А во-вторых, у нас на канале есть множество видео с ними, и вам было бы не так интересно смотреть это. Поэтому решили взять что-то поновее. Выбор пал на MSI GeForce GTX 1660 Gaming X. Эта видеокарта хороша заводским разгоном динамической частоты GPU с номинальных 1785 до 1860 МГц. 6 гигов видеопамяти работают на эталонной скорости 8 гигабит в секунду. За охлаждение отвечает кулер Twin Frozer 7 с медным основанием, тремя никелированными тепловыми трубками, алюминиевым радиатором и двумя вентиляторами Torx Fan 3.0. Дисковая подсистема в современном игровом ПК невозможна без твердотельного накопителя. Для экономии бюджета можно взять SATA, а если средства позволяют, то M.2 PCI-E. Например, ADATA XPG-SX 6000 PRO объемом 256 гигабайт. Создан он на базе микросхем 3D NAND TLC и контроллера Realtek в формате M.2 2280. Для передачи данных используются 4 линии PCI-E 3.0, что в итоге дает скорость последовательного чтения данных более 2000 МБ в секунду, а записи 1100. Мы хорошо понимаем, что 256 гигов мало для современного ПК. Хватит лишь на ОС, необходимый софт и парочку игр. Для мультимедийной же библиотеки придется покупать либо SATA SSD, либо привычный HDD. Мы остановились на 2-терабайтном Seagate Barracuda, поскольку планировали запустить больше десятка игр. Но вы за те же деньги можете взять, например, SSD на 512 ГБ. Винчестер же получил 256 МБ кэш-памяти, а скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту. В итоге скорость чтения данных превышает 220 МБ в секунду, а записи – 170. Это достойные показатели для HDD. Корпус – дело вкуса. Тут какие-либо рекомендации отсутствуют. Нам для ускорения выхода видео предложили взять MSI MPG Gunner 100. Обзоров на него не так уж и много, поэтому решили проверить его в боевых условиях. Это просторное шасси с хорошей эргономикой, прозрачной боковой стенкой и адресной LED-подсветкой. Внутри поместится кулер высотой 170 мм и видеокарта длиной 400. Для накопителей есть 6 посадочных мест. Огорчает лишь закрытая фронтальная панель. Смотрится она отлично, но это не лучший вариант в плане охлаждения внутренних компонентов. С выбором блока питания долго не мучились. Недавно к нам приехал Chieftec Core BBS 600S. Вот и решили проверить его возможности на реальной конфигурации. И забегая вперед скажем, что он полностью справился с обеспечением стабильной работы этой сборки. Хотя другого мы не ожидали от источника с одной мощной линией 12 вольт и сертификатом эффективности 80PLUS GOLD. Ну что ж, сам системник готов, но мы решили добавить монитор и базовую периферию. С выводом информации нам помог 27-дюймовый MSI Optics Mach 271CR. Он создан на базе изогнутой VA панели с радиусом кривизны 1800 мм. Очень радует статическая контрастность на уровне 3000 к 1, широкие углы обзора, 1 мс матрица и частота обновления 144 Гц. В общем, это отличный универсальный вариант для игр и создания контента. Как вы заметили, большинство компонентов в сборке от MSI, поэтому для гармонии периферия тоже от этого бренда. Обычно геймеры смотрят на механические клавиатуры, и наш выбор пал на MSI Vigor GK60. За неказистым дизайном скрываются надёжные переключатели Cherry MX Red со сроком службы 50 миллионов срабатываний. По столу она не скользит, чётко отрабатывает все нажатия, есть комбинации горячих клавиш для быстрой настройки, 4 металлических колпачка для блока WASD и красная LED-подсветка. На роль мышки взяли MSI Clutch GM50 с оптическим сенсором PMW3330 и максимальным разрешением 7200 dpi. Также она предлагает 6 кнопок. Под основными скрываются переключатели OMRAN со сроком службы 20 миллионов срабатываний. Сама мышка лёгкая и удобная, в наличии есть LED-подсветка с возможностью настройки. Ну и конечно, куда же современному геймеру без гарнитуры? Она позволяет не тревожить родных ночью и оперативно взаимодействовать с напарниками по сетевым играм. Из предложенных решили опробовать в действии MSI DS502 Gaming Headset. Она хорошо изолирует от внешнего мира и дарит виртуальный и объёмный 7-одинканальный звук, а напарники хорошо понимали нас и не жаловались на звук. На проводе есть удобный пульт управления. Ну а к эргономике вопросов не возникло, в ней действительно удобно проводить затяжные игровые сессии. Всё, вот такие компоненты подобраны, остаётся их собрать. Субтитры подогнал «Симон» Финальная конфигурация на экране. Мы не ограничивали себя рамками бюджета, поэтому он вышел далеко за пределы массовой сборки. Пожалуйста, не сердитесь на нас за это. Мы просто хотели побыстрее сделать тест связки массового шестиядерника от Intel и среднеценовой видеокарты серии GTX 16. Поэтому взяли у партнёров то, что было доступно в данный момент, чтобы не искать более доступные аналоги и не затягивать с выходом видео. Вы же можете без проблем сэкономить, взяв более доступные версии этих железяк. Первым делом после сборки ПК и установки операционной системы мы проверили стабильность работы и температурные режимы. Вначале сымитировали режим обычной нагрузки. На фоне качались и распаковывались обновления для игр. Температура ядер процессора не превышала при этом 59 градусов, а накопителей 45. Максимальная скорость процессорного и трёх корпусных вентиляторов находилась в районе 800-1000 оборотов в минуту. Шум был вообще минимальный. При стресс-тесте процессора температура ядер поднимается до 68 градусов при критическом показателе в сотню. То есть кулер абсолютно справляется со своей задачей. При этом скорость вращения его лопасти поднимается выше 1100 оборотов в минуту, но шум остаётся в комфортных пределах. Добавляем ко всему этому делу стресс-тест Furmark для загрузки видеокарты, и температура GPU поднимается до 76 градусов при критическом показателе в 95. Если бы продуваемость корпуса была получше, то показатели были бы ниже, но и в данном случае волноваться не стоит. Вентиляторы вращались на 67% от максимальной скорости. Шум был различим на фоне других компонентов, но работать возле ПК не мешал. Соседство с горячей видеокартой отразилось и на нагреве процессора. Температуры поднялись максимум до 75 градусов. Итак, ближе к делу, переходим к тестам. Для начала запустили ряд синтетических бенчмарков. В целом эти результаты подтверждают, что подобной конфигурации достаточно для комфортного решения широкого круга задач, от создания контента до запуска мощных игр. Ну а последний сценарий мы дополнительно проверим на примере 14 разноплановых проектов. И начнем с игр попроще. CS GO Danger Zone в режиме автонастройки оценил потенциал сборки и предложил высокие настройки. Средняя скорость превысила 144 фпс, то что надо для нашего 144 герцового монитора. Статоры и проблемы с управлением напрочь отсутствовали. Rainbow Six Siege в меню предупреждает, что для ультра пресета не хватит видеопамяти. Но в бенчмарке использовано менее 5, поэтому никаких просадок или фрезов не было. Все скоростные показатели перешагнули отметку в сотню фпс. Можно рассчитывать на полностью комфортный геймплей в операциях и в онлайне. PUBG при народной смеси ультра и низких настроек оставил двойственные впечатления. С одной стороны средняя скорость поднялась выше 130 кадров в секунду. Но с другой, очень редкие события упали до 20 фпс и местами проскакивали легкие статоры. На комфортность стрельбы они не влияли, но мы вообще не ожидали их увидеть. Движок Steep предложил высокие настройки, но мы вручную подняли их до ультра. В особо тяжелых моментах редкие и очень редкие события опускались ниже 30 фпс, хотя в игре это не ощущалось. Если же вы хотите вообще исключить подобные моменты, то соглашайтесь с движком и оставляйте высокий пресет графики. А вот в Strange Brigade можете смело выбирать ультра настройки, не опасаясь каких-либо фрезов и подлагиваний. И это при том, что игра была установлена на HDD, с которого идут постоянные подгрузки данных. Однако даже статистика 1,01% лоу остаётся в комфортных пределах. С Вулкан на примере Вольфенштейн 2 проблем не возникло. Движок заказывал высокий пресет, но мы выбрали Майн Лебен. И ничего, всё было плавно, красиво и отзывчиво, с большим запасом для ещё более тяжёлых сцен. Слегка огорчает лишь неполная загрузка видеокарты. В меню Resident Evil 2 с профилем «Важнее графика» предупреждает, что будет использован почти весь видеобуфер. Но на практике игра ограничилась 4 гигабайтами. Возможно, при более длительных сессиях этот показатель всё-таки возрастёт. Ну а что же касается комфорта прохождения, то даже очень редкие события были выше 60 фпс. Для комфортного запуска Assassin's Creed Odyssey лучше ограничиться очень высоким пресетом, чтобы средняя скорость достигла желаемых 60 фпс. Очень редкие события просаживаются до 26 кадров в секунду, поскольку игра была установлена на HDD. Поэтому в геймплее возможны небольшие статоры. В Far Cry New Dawn можно не только выбрать максимальный профиль, но даже добавить HD текстуры. Средняя скорость всё равно не опускается ниже 75 фпс. Остальная статистика тоже не огорчает. Видеопамяти нужно более 5 гигабайт, а у ЗУ около 7. Shadow of the Tomb Raider при максимальном пресете не доставила никаких хлопот тестовой сборки. Видеоряд оставался плавным, а скорость комфортной. Памяти хватает с запасом, и в реальном геймплее проблем не предвидится. The Division 2 на максимуме нам показалось тяжеловатой для этой сборки. Пришлось опуститься к высокому профилю, чтобы поднять среднюю скорость до 80 кадров в секунду. При таком сценарии остальная статистика также вопросов не вызывает. Иногда подгружаются данные с винчестера, и нужно 9 гигабайт оперативной памяти. Ну а в остальном никаких замечаний нет. World War Z также принципиально запустили в режиме Vulkan, чтобы убедиться в нормальной его поддержке. Если в Elfenstein 2 видеокарта была загружена на 90%, то здесь на 70-80%. Это не испортило статистики, но в DirectX 11 показатели будут наверняка еще выше, как и процент загрузки GPU. Total War 3 Королевства сама усложнила себе жизнь, выбрав максимальный пресет графики. По ходу бенчмарка фреймрейт прыгает в районе 35-50 фпс. Для стратегии просадки не столь критичны, хотя и графика тут не играет такой большой роли. Поэтому решайте сами, следует ли переходить на профиль попроще. Если вы решите окунуться в мир Metro Exodus, то высокий пресет обеспечит оптимальный баланс между качеством картинки и скоростью видеоряда. Ну а для чувствительных натур есть профили попроще. Итак, если по каким-либо причинам вам не нравятся продукты AMD, то связка Core i5-9400F и GTX 1660 хорошо смотрится в разрешении Full HD. И к ней в пару можно подобрать действительно недорогие комплектующие. Материнскую плату на чипсете B360 и оперативную память стандарта DDR4-2400 или 2666. На кулере вообще можно сэкономить, оставив боксовый, ну или подобрать что-то более тихое по приемлемой цене. Возможности такой связки достаточно для комфортного решения широкого круга задач. От редактирования фото и создания видео до запуска тяжелых игр. Хорошо оптимизированные блокбастеры можно проходить при высоких настройках графики, а для проектов попроще подойдут и максимальные. На этом все. Скажите, что вы думаете по поводу этой связки в комментариях. Ставьте лайки, ну или дизлайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. А мы будем готовить для вас новые интересные видео. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok